Астана в 3D формате. Литер пишет, что прогуляться по электронному городу можно будет уже в следующем году. Подписан меморандум между консорциумом французских компаний и Акиматом Астаны по осуществлению проекта 3D-симулятора города. Как утверждает председатель правления АО «Астана Инновейшн» Столга Аташим, проект объединит объекты и коммуникации столицы в единую 3D-карту. Это позволит осуществить проекты, связанные с моделированием различных ситуаций в городе, а также облегчит работу по прокладке дополнительных коммуникаций. Кроме того, позволит иметь открытый ресурс для жителей города, даст полную картину о городе, его инфраструктуре и его возможностях. Французская сторона готова инвестировать порядка 3 миллионов евро в данный проект. Акимат города осуществляет содействие и контроль за его исполнением. Бюджетных денег потрачено не будет. Это инвестиции французской стороны. Юристов возьмут под контроль. Агентство Хабар сообщает о создании единого реестра адвокатов. На региональной конференции Министерства юстиции Республики Казахстан поступило предложение ввести в Казахстане кодекс адвокатской чести. Правозащитники настаивают на прекращении практики предоставления неквалифицированных юридических услуг. Законные интересы клиентов в судах и прочих инстанциях должны представлять только профессиональные адвокаты. Реформа эта неизбежна в рамках действующего таможенного союза и на пороге вступления в Евразийский экономический альянс, где необходимо представлять интересы, регулировать спорные вопросы и защищать позиции отечественного бизнеса на международном уровне. Атака с воздуха. Китайские небесные фонарики угрожают пожаробезопасности столицы, утверждают журналисты агентства Биньюз. Горожане продолжают запускать фонарики, даже не подозревая о их дальнейшей судьбе. На самом деле ветер уносит их на окраины города, где они падают в траву или на крыши домов, что может привести к пожару в жилом секторе или возгоранию сухостоя. В основном, большее количество запускаемых фонариков приходится на время проведения выпускных вечеров в школах города. Поэтому в целях недопущения пожаров на территории Астаны сотрудники ДЧС совместно с управлением образования проинформировали руководители городских школ о недопущении использования воздушных огненных шаров на территории города. Женское — это дело. По сообщению агентства Казинформ, доля женщин среди индивидуальных предпринимателей Казахстана составляет более 60%. Женщины Казахстана — очень большая сила в нашей стране. В среднем и малом бизнесе женщины занимают более 50%, а в индивидуальном предпринимательстве женщины составляют более 60%. В 2013 году каждый третий микрокредит на развитие своего дела получила женщина. Наши мужчины говорят, что в 90-е годы экономика нашей страны вышла на плечах женщин. Женщин, которые везли сюда товар со всего мира, организовывали маленькие филиалы, развивали торговлю и поднимали экономику нашей страны.